прибыли в Абхазию да пригласили меня в монастырь в общем в Сочи сначала потом в Абхазию прибыли в Абхазию отец и полит в Абхазии меня свозили в монастырь в городе рядом с городом, сейчас скажу, в Илор в Илории ездили ну меня там возили везде, то есть в гостях был и там была церковь почти все иконы мироточат, там храм был в котором все иконы мироточат представляешь, я первый раз в такой жизни видел и кровью мироточат и просто мира, и там запах на весь храм стоит никого нет из людей, вообще там никого нет в храме, потому что храм находится где-то 300 километров почти от границы с Россией вглубь туда Абхазии, то есть почти на границе с Грузией туда в глубине ну а люди как настроены, какие настроения у людей? ну у самих абхазов очень плохое настроение, потому что если взять афонский монастырь, он уже не принадлежит православной церкви, он уже католический, знаешь да? ну я еще подробности не знаю новый Афон, новый Афон так называемый абхазский, он уже ушел в ересь полностью то есть я встречался с игуменом нового Афона игумен Эн отец Ефреем, слышал, игумен Эн пишет книги я слышал вот мы с ним встречались, вот он вообще как бы игумен Афона сам проживает там в горах как бы он пустынник, то есть он там молится в горах и возвращается, у него в Сочи есть подворье новоафонского монастыря, но сам монастырь он сейчас под католическим управлением то есть он как бы является игуменом по факту, но его туда не пускают ну у монахов, у наших православных ну как бы конечно есть вера, то есть люди верят Бога но они не сопротивляются, потому что там все-таки земля абхазская ну что сопротивляться, запретили, запретили был в Абхазии еще в другом монастыре был там в женском монастыре есть такая матушка Серафима и матушка Херувима они, ну они там игумени там два монастыря вот они где-то в середине 2000-х отказались от паспортов всем монастырем они были в монастыре, где-то в Карелии у них были монастыри они отказались от паспортов, и на них началось гонение самой церкви по всей стране вот они убегали, их там люди защищали там сотня человек ушла с монастыря за матушками их лишили игуменских посохов ну то есть гонение церкви на них было сильное за это, но в итоге когда они увидели непоколебимость характера тем более матушку Серафиму даже Путин наградил орденом дружбы и ей вернули посох но, как я полагаю, отправили их туда подальше в Абхазию то есть они сейчас находятся в Абхазии все вместе с теми сестрами матушками и у них нет паспортов то есть у них есть старые русские паспорта то есть они с Абхазии выехать не могут ну и если выйдут уже и в Абхазию не заедут то есть они там но знаешь, брат, я у них был насколько у них ну к ним люди не ездят в гости ну то есть там нет такого паломники ну они вроде как никого не пускают то есть они там в глубине находятся и живут у них там такая красота слушай, я приехал туда у нас было минус 15 к ним приезжаю, у них плюс 25 растут апельсины, мандарины они прям в горах знаешь, такая горная местность красивая там недалеко море недалеко храм, кстати, где находится гроб Иоанна Златоуста то есть он же там жил в Абхазии какое-то время ну и вот, и мы с матушками там пообщались и у них есть икона там представляешь, у них маленький, небольшой монастырь их там живет человек, может, от силы 30 и у них там иконы у них, то есть у них столько святынь там вот потом пришел один отец Николай он сам пустынник он там молится где-то в горах один и иногда приходит исповедовать монахин я не знаю, брат, я ему в глаза посмотрел дедушка такой, знаешь, такая борода такой, знаешь, зашел такой, голова вниз такой, только в пол смотрит знаешь, такой, как смущенный мальчик такой, такой очень добрый и он такой, глаза опустил, помолился там иконкам подошел и потом такой, глаза опустил даже мне в глаза не смотрит и что-то задал вопрос и потом, когда он мне в глаза посмотрел не знаю, брат, как будто Господь на меня посмотрел у него такие большие-большие глаза голубого-голубого цвета и знаешь, с возрастом не выцвевшие знаешь, как у стариков бывает, глаза цвет теряют а у него такие яркие, красивые глаза и я ему не смог об этом не сказать я говорю, батюшка, я говорю, я такие глаза первый раз в жизни вижу, у вас такой взгляд и там вот все монахини к нему стали подходить но у них такие отношения у них такая любовь там они, брат, они настолько светлые причем, знаешь, особый свет от них из-за того, что там вот все монахини сестры, они очень молодые им по 30 лет, по 20 где-то, ну может, 5-6-35 но они вот всю свою жизнь с самого детства в монастыре то есть они, понимаешь, монастырь Дев Дев Христа, то есть там все Девы то есть и причем они не просто они молитвенницы за царя они молитвенницы за Русь и я в тот момент за Россию я понял, что благодаря им реально мы сегодня живем ну, но может быть не только им, да но благодаря таким людям мы сегодня ходим по этой земле потому что именно они являются теми единицами, из-за которых Господь не разрушил еще этот Содом и Гоморру насколько они светлые, брат и вот у них еще там есть икона державная икона Божьей Матери и у них эта икона, когда ее вывезли в Европу к ней приходили поклониться вот они показывали мне фотографии десятки тысяч людей в очередях стояли там огромные, там может даже сотня тысяч людей там очень много людей к этой иконе приходили они говорят, вот видишь, эта икона хранится у нас, а нас тут всего лишь там вот сколько, вот несколько человек и вот такая святыня у нас вот сколько у них там всего то есть Господь им там столько святынь потом оттуда, ну мы так пообщались вообще, я прям не знаю, брат, я такого монастыря в своей жизни никогда не видел потому что, ну был в монастырях, общался с монахами ну как-то у всех своя заморочка в жизни а там какая-то любовь особая вот особое какое-то состояние сердца может они страдают, может еще что-то но они столько любви этой сеют они прям, знаешь, если бы они не были монахинями я бы их не 500 раз пообнял бы и поцеловал просто я прям не мог, мне так хотелось их обнять мне так хотелось, ну сказать вообще что-нибудь хорошее я понимаю, что, ну нельзя, нельзя все-таки этого делать, потому что и когда мы уезжали, ну как бы они я, они, в общем песню мне спели все вместе, вот вышли прям, знаешь, возле монастыря вышли все вместе и спели мне песню и когда они ее пели, этот голос я понимаю, что я самая ничтожная в мире личность и они мне поют то есть вот ангелы стоят, поют мне песню когда я вообще, я хуже них в миллион раз то есть вообще я мне настолько было вообще больно за свое сердце, за свою жизнь за свою душу, когда Бог меня так сильно любит когда такие люди, которые просто отдали свою жизнь какой бы я ни был христианин у меня есть семья и день, и ребенок все равно, то есть я живу в этом мире у меня есть здесь радость у меня есть здесь все равно отдушина а у них ее нету, кроме Господа Бога у них нет в этой жизни ничего и не знаю, брат, они какие-то вообще они не люди, знаешь, они ангелы просто и все, то есть и вот этот батюшка когда пришел потом мы поехали дальше, там еще заехали в один монастырь самый старинный храм в Абхазии он 11 или 9 века ну там тоже как-то все так необычно там была икона и до сих пор стоит икона которую любил, которой приезжал постоянно Николай II она такая большая, красивая, державная тоже икона Божьей Матери как-то знаешь, по таким местам, причем у меня просто я хотел ехать же, помнишь видео, я хотел ехать в Питер через Дивеево, там дальше а в Дивеево приехал, у меня машина напрочь начала ломаться я в Дивеево попал, все сделали, назад поехали, машина заработала и все, мы туда никуда дальше не поехали а потом мне буквально через несколько дней меня пригласили в Сочи и меня пригласили еще на Украину, на Донбасс мы поехали туда, но на границе у меня машина вообще перестала ехать двигатель закипел температура, я, и представляешь остановились посреди какого-то пустыря там даже перекати-поли летают, представляешь холод дикий, мы стоим посреди какой-то тайги, тундры я не знаю, ничего нет вокруг, но ветер метров 20 секунду, холод минус думаю, господи, куда я вообще попал что, боже, куда-нибудь меня домой, пожалуйста и потом и кое-как там, эту машину там, воды доливали двигатель, я думал, все, он сломался он очень сильно закипел и мы до границы одного парня везли на Украину и мы его до автозаправки довезли на заправке уже, я думаю, ну ладно бы им утро ждать СТО и мимо мужчина проезжал, он ехал на Украину и я ему говорю, вы не могли бы нашего парня просто за собой подхватить на Украину увезти он говорит, да давай заберу и он его взял с собой и после этого мы заливаем двигатель воду ну в этот, в охладительный бачок и все, двигатель залился и мы думаем, если мы сейчас доедем до трассы М4 ну с этой границы с Украиной ну посмотрим, куда повернуть домой или в сторону Сочи и все, машина в сторону Сочи мы едем, едем, едем я так воды не доливал и мы доехали прямо до монастыря прямо в самом городе Сочи и все, я потом за нее переживал и я на ней же еще домой доехал и вот брат, когда домой приехал представляешь, к дому подъехал и у меня двигатель клинанул полностью ну все, он прям прям возле дома сломался весь напрочь там заплатил потом почти 40 тысяч за ремонт ну, то есть все если бы у меня такая проблема случилась где-то там я не знаю, для меня была бы беда а тут я все доехал и она мне говорит, как будто машина, знаешь все отдыхаю все на покой ну я такой счастливый, слава Богу ну, Господь водит, видишь водит ее Господь все-таки да, потом приглашали нас в гости монахини же у них подводье в Сочи именно вот этого, как я полагаю абхазского монастыря кстати, насколько вообще там уникальные места знаешь, на машине едешь в горы, в горы, в горы и причем ширина вот этого серпантина метра три и вот ты на машине едешь смотришь вниз я такое никогда в жизни не видел и там обрывище там пропасть там внизу реки какие-то текут слушайте, вообще тут деревья растут настолько уникально и прям как-то страшновато думаешь там же реальность ну просто одно колесо упало и ты покатился там ни ограждений нету ограждений нету, да? да вообще ничего нет ни ограждений, ничего едешь себе и ну и молитву читаешь все чаще и чаще да и вот то есть надо вот так в горы ехать километра три прям по-крутому серпантину и там в горах есть несколько домов ну та улица, которая внизу начинается под горами вот там вот эти три дома и они заканчиваются там наверху в горах с одной стороны гора с другой гора а внизу река течет а у тебя домик вот здесь стоит прям вот между горами выходишь погулять идешь а там такие тропинки какие-то прям написано из дома выходишь и написано какая-то особая зона ну этого ну в общем какая-то заповедная ну и не знаю я в таких местах никогда в жизни не был там люди живут ты рассказываешь а я прям себе даже мне было в голове рисуется прям картинка я даже слышу вот этот вот шум реки водопады какого-то да, брат там реально водопад есть и река и мы с Мироном а, Мирон тогда к тебе не приехал мы туда не смогли его взять и Мирон тоже не удержался там же горные реки они прозрачные там такая красота и он пошел купаться поистину святая земля там леденющая вода он покупался я думаю, что потом нас матушка проводила наверх монахиня представляешь она уже в возрасте она болеет но она ходит быстрее нас она вот она по этим горам идет, идет а я уже устаю она идет говорит, еще чуть-чуть а я понимаю что я как бы медленнее, чем она иду а у нее ну она реально болеет и насколько она божья сила в людях и мы поднялись наверх и там подножье старинного храма прям в горах в горах там наверху-наверху фундамент храма ну говорят этот храм первый храм третьего века христианский тот еще старинный будто вот потом мы там пожили несколько дней приехал вот туда в храм вот этот наверху в этот монастырь туда приехал Игуменен вот этот отец Ефрем настоятель Афонского монастыря и ну он приехал в гости мы там с ним пообщались но он как бы меня не знал я ему там просто немножко возразил кое-что ну я не знаю я же не знал тоже кто он я просто ну вижу батюшку приехал и какой-то был момент что я ему немножечко возразил он немножечко это и как-то так получилось что он меня пригласил в итоге к себе в гости уже в свой монастырь то есть и я поехал на следующий день к нему в монастырь уже в центре Сочи у него подворье и вот этот видел у меня фотография где Николай Второй в флаге это вот у него как в монастырь входишь у него тоже все царское и представляешь вот у этих монахин которые меня приглашали они это они организовывали именно шествие в 2002 году на крестный ход за царя царский крестный ход от Сочи до Дивеева и обратно то есть вот эта матушка которая меня приглашала она вот это все пешком прошла и одну икону с которой она прошла мироточивую царской семьи вот она мне подарила подарила мне еще много всего хорошего вот так вот то есть как-то Бог меня сейчас провел именно по монастырям где именно все царские молитвенники вот где был везде царь и царь я никогда в жизни больше о царе не слышал и не знаю дай Бог услышу еще вот все о царе и у всех царь и у всех он и вот перед этим я тебе рассказывал или не рассказывал ага да ты же мне икону подарил спасибо брат то есть вот перед этим же перед этой поездкой мне снился сон именно молиться царю кондак тропарь молитва царю и вот после этого меня приглашают туда и там у всех царь там у всех он везде то есть и причем они ему молились вот все эти монахини еще до того как его причислили к лику святых и они сами же за него воролись они сами туда возили эти подписи они там не спали по Москве ходили у людей подписи собирали это вот именно они все и делали то есть те с которыми я общался то есть Господь меня именно свел вот самым-самым таким настоящим самым костяком так сказать вот именно вот веры царю то есть Афон Афон сейчас за царя молится да Афон не молится Афон он сейчас Афон тот который должен быть там Афон на Афоне ну да вот об Афоне расскажи что вообще ситуация какая ну единственное куда мы в Абхазии не заехали это на Афон потому что никто не благословил говорят что туда заезжать нельзя это место сейчас католическое то есть на Афоне нет вообще никого там одни туристы остались то есть православных вообще нету да православных нету вот православные остались в Абхазии только вот там в горах поближе к Грузии но там сейчас очень сильно язычество развивается в Абхазии там много языческих капищ сатанизм то есть возле этого храма который вот я говорю все подряд брат чисто сатанизм такой сатанизм прям конкретный то есть там в жертву приносят всякую ерунду идет и вот возле этого храма в котором мироточат все иконы этот храм кажется 13 века он очень старый и там вообще необыкновенно старинный такой храм крепкий и возле этого храма прям вот там дом стоит недалеко метров 30 и в этом доме именно вот сатанисты постоянно собираются и потому что этот храм он такой очень божий там все мироточат и они там постоянно проводят свои вот эти ритуалы сатанистские там вся Абхазия в скорби вот там вся Абхазия уставлена памятниками тех ребят которые в грузино-абхазской войне вот этой воевали когда Абхазию отвоевывали у Грузии вся Абхазия в этих памятниках везде памятники но насколько нищая страна вообще там ничего нету там как будто я побывал на руинах Советского Союза там ничего нет там представляешь вот из той части Грузии о которой вот я говорил район Илора там раньше жили одни грузины то есть из части Абхазии там жили одни грузины и там идет побережье такое чистейшее побережье там ну никого никто не живет и вдоль этого побережья стоят двухэтажные красивые особняки знаешь с такими колоннами там подъездными моментами всеми садами из хурмы там из мандаринов апельсинов и никто там не живет то есть ты едешь и у тебя километры километры пустых домов они в хорошем состоянии ну то есть как в хорошем они не разрушены окна есть но они видно что уже там людей лет 15 не было то есть там окна вставляют все потому что грузинам грузины эти дома не продают Абхазам они отказываются продавать Абхазам а по закону как бы все равно собственность у грузин осталась а грузин всех выкинули и вот эти дома стоят пустуют и кстати я узнал эти дома продают русским грузины продают русским эти дома но продают очень дешево короче там дом можно купить двухэтажный особняк с садом площадью я не знаю там соток 20-30 на берегу моря со всеми там удобствами за 400-500 тысяч рублей всего то есть прямо на берегу моря причем там целые города стоят вот такие ну там живет кто-то там человек живет там 10 домов не живет один живет 10 не живет вот так вот то есть если иметь там свою охрану автоматов пару там людей эти места они скоро они же война начнется они тут же охватятся все военносты а туда лезть не надо ну да там если только отдохнуть то у нас есть и то там опасно отдыхать там людей убивают воруют все-таки там такое ну у меня есть грузинка одна знакомая я вот общался ну да вот знаешь у них ситуация такая вот по описанию она вот как 90-е у нас было да вот у них сейчас вот так то есть все все очень сложно люди очень бедные да ну интересно слушай ты прям мне рассказал я знаешь я прям как будто с тобой по пути шестил у меня аж адреналина это самое прибавилось да вот потом приехали с Абхазии поехали мы туда потом приехали мы в этот монастырь в горах с матушкой там погуляли где мы еще были а у них есть квартира в центре Сочи ну там тоже подворье подворье монастыря ну там квартира трехкомнатная в Сочи и там монахи приезжают там еще кто то есть ну те кто в Сочи останавливаются там живут ну там тоже как-то все так светло сходили на в храм в Сочинский на службу а что такая вода интересного цвета такого бирюзовая ну как-то так все так стремительно прошло я там провел не знаю 10 дней дальше где-то но мне времени не хватило потому что там одни эмоции одни эмоции потому что все какое-то необыкновенно благодатное еще потом в монастырь приехали там в горах и мне мне постелили прям в комнате где матушка постелила где все иконы стоят где они молятся где молитвенная комната основная то есть подворье именно там где живут но вот где все молятся в общем в зале прям мне постелили и я ночью зажег лампадку представляешь весь дом погас все спят и икон там ну там очень много икон и я зажег эту лампаду и мне настолько прям знаешь за окном эта река горная течет смотрю горы здесь все такое освещается эти маленькие лампадки все эти икон мне я прям не знаю там везде где был там все стены увешаны иконы везде-везде то есть я ну никогда так не живу чем nearby приезжал но я точно не жил то есть а тут я пожил там где все иконы и везде где меня селили я везде выбирал комнату где прям нет свободного места где все в иконах но приехал домой я заскучал я заскучал по иконам и вот начал потихонечку копить то есть здесь повесил много там в зале повесил сейчас скоро у меня уже потихонечку потихонечку но я тебе пришлю еще спасибо ну так вот мы потихоньку ну ладно брат слушайте мне это пора долг а 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 и а а а Красоту эту. А то мы дикари с севера. Это фейхуа, да? Да, это фейхуа. Хурма.